Уважаемые казахстанцы, сегодня в своем видеообращении я хотел бы поделиться с вами о ситуации, которая сложилась вокруг компании КСС. Мне часто пишут в социальных сетях и спрашивают о судьбе народной компании КСС, которую я основал в 1997 году и которую публично передал безвозмездно своим работникам в декабре 2015 года в расцвете его технологического и финансового могущества с состоянием в 50 миллионов долларов. Почему я пошел на такое непростое решение, я уже делился с казахстанцами на международной площадке TED Talks в 2016 году. Под этим видеообращением вы можете увидеть это выступление. Основной причиной тогда была непрекращающаяся атака на меня и на мой бизнес со стороны казахского преступного режима из-за моей экологической и правозащитной активности в Западном Казахстане. Ну а региональные власти преследовали свои корыстные цели, атакуя меня, чтобы осуществить рейдерский, захват бизнес-активов группы компаний КСС. Возможно, для многих казахских госпредпринимателей, которые делают бизнес вместе с этим преступным режимом, эта сумма в 50 миллионов долларов может показаться для них смешной. Но я всегда был и остаюсь представителем малого-среднего бизнеса, и чтобы создать собственную компанию с такой капитализацией, мне пришлось потратить на это больше четверть века своей жизни. Сегодня я могу с гордостью сказать, что я не провел ни одного дня во властных структурах Казахстана, не взял ни одного центра в государство, не получал ни одного госзаказа. Я всегда полагался только на свое трудолюбие, креативность и на свой предпринимательский талант. Поэтому я с чистой совестью могу смотреть в глаза акционерам компании КСС, своему казахскому народу и своим детям. Но, к сожалению, шесть месяцев назад сотрудникам из КНБ все-таки удалось захватить народную компанию КСС под свое ручное управление, исполняя преступный приказ казахского режима Тухаева и Назарбаева, но предварительно вступив в преступный сговор с руководством компании КСС, используя традиционные КНБшные методы подкуба, шантажа, запугивания с целью захвата имущества и ценных активов компании КСС. Сотрудниками из КНБ и их поддельниками из числа руководителей, которых выбрали сами же собственники компании на публичных собраниях акционеров в 2016, 2017 и 2021 году, пошли на этот преступный сговор с несколькими корыстными и преступными целями. Первое. Уничтожить компанию вместе с ее названием, чтобы более не ассоциировалась с моим именем и которая являлась своего рода маленьким островом свободы в авторитарном криминальном Казахстане. Второе. С целью намеренного доведения компании КСС до банкротства, а затем, чтобы захватить все ее многомиллионные активы. И третье. Чтобы и дальше удерживать моего брата Бекижана в тюрьме и других моих родственников в качестве политических заложников в Казахстане. Точно такие же КНБшные методы по намеренному банкротству и далее рейдерскому захвату активов были использованы в 2012 году в отношении моей строительной компании КСС Билник стоимостью в 40 миллионов долларов. Мои земляки с западного Казахстана прекрасно знают это нашумевшее свадебикованное КНБ дело против меня. Многие меня спрашивают, а что конкретно входит в эти ценные активы компании КСС? Ну, прежде всего, это огромные по меркам города Аксай административно-гостиничные комплексы на 500 гостиничных номеров, офисные здания общей площадью 12500 квадратных метров, производственные помещения общей площадью 6800 квадратных метров, легендарное в городе Аксай фитнес-центр Кристина, современное столово на 2000 посадочных мест, три завода производства США, Германии и Голландии по переработке нефтяных отходов, пять комплексов производства Великобритании по автоматизированной очистке нефтяных резервуаров и нефтяных труб, большое количество специального оборудования и спецтехники, но, пожалуй, самым дорогим активом был специально разработанный мною технологический процесс по переработке нефтяных отходов и по автоматизированной очистке нефтяных резервуаров, представляющий собой коммерческий секрет и ценный актив компании КСС. Но сейчас позвольте мне обратиться непосредственно к акционерам компании КСС и моим коллегам по работе. Дорогие мои коллеги, помните, что я вам тогда сказал в декабре 2015 года на всеобщем собрании КСС, на котором я принял это трудное для меня решение о передаче своих активов работникам, то есть вам. И сказал я вам тогда, что передаю вам свою компанию как своего ребенка, которую я вырастил в течение 20 лет, в которую я вложил помимо десятки миллионов долларов еще весь свой талант и свою душу. И просил я вас тогда бережно относиться к нему так же, как относился я. Вы помните это? Я обещал вам тогда, что буду помогать вам и вашей компании в качестве наебного бизнес-менеджера и в качестве главного инвестора компании КСС. Я хочу напомнить вам, что со дня передачи своей компании я дополнительно инвестировал в КСС более 8 миллионов долларов, чтобы ваша компания КСС могла участвовать в тендерах и получать на конкурсной основе многомиллионные долларовые контракты с глобальными нефтяными и газовыми компаниями, таким как Тенгиз Шеврол, Корчанак Петровым Оперетник и Норс Каспин Оперейшн Компани в Казахстане. Вы помните это? И тогда же я вам сказал, что я решил посвятить всю свою оставшуюся жизнь более высоким идеалам, благородному делу по защите прав и свобод граждан нашей страны, то есть по защите прав и будущей свободы ваших детей. Вы помните это? Так вот, я сдержал все свои обещания и более того, даже несмотря на то, что преступный режим Казахстана до сих пор преследует меня с 2012 года, я не сдался и не собираюсь сдаваться и буду и дальше бороться не только за свободный Казахстан, но и за маленький остров свободы под названием КСС. Но в международных юридициях стран Европы, США, чем я и в данный момент занимаюсь. Когда несколько месяцев назад я узнал об этом предательском сговоре между руководством КСС и сотрудниками КНБ, это ранило мое сердце. Но я все равно до последнего ждал и надеялся, что руководителей КСС все-таки есть честь и совесть и не хотел делать этого публичного заявления. Я просто старался дать им всем возможность сохранить свои лица, человеческие достоинства, чтобы отказаться от неправомерных и позорных действий в отношении своих акционеров, своих коллег и лично меня. Потому что вы своими действиями предали не только народную компанию КСС и своих акционеров, вы предали прежде всего своих детей. А теперь позвольте мне назвать конкретные имена подельников и числа руководителей КСС, которые вступили в преступный сговор с целью разорвать вашу компанию и далее, чтобы распродать в своих личных интересах и в интересах сотрудников КНБ все имущество и ценные активы КСС, то есть ваши активы. В первую очередь это два руководителя КСС, которых вы сами выбрали на всеобщем собрании КСС. Это действующий директор компании КСС Салават Таштемиров. Он позвонил мне лично в начале июня этого года и сказал, что его несколько раз вызывали в КНБ и угрожали ему, что лишат его прав опекунства над усыновленными детьми, если он не будет сотрудничать с ними и признался, что он был вынужден согласиться с этим. Другой бывший директор КСС Баужан Джусупов, который недавно освободили из тюрьмы после того, как он подписал тайное процессуальное соглашение по сотрудничеству с КНБ с целью помочь им в рейдерском захвате ценных активов КСС и в интересах компании ВСДЛА, принадлежащей Тулегену Балгимбаеву. Подделкой протоколов собрания и ваших подписей уже занимаются начальник отдела кадров КСС Халида Мустафаева, помощник директора КСС Сауляль Мухамбетовой и бывший главный механик КСС Бахаджан Курмангалиев, чей сын служит в КНБ. Все эти трое уже давно сотрудничают с КНБ по подделкам нужных для них документов. Главные инженеры КСС Ахад Зайниев и его сын Ренат Зайниев похитили секретные технологии КСС, представляющие собой коммерческую тайну компании в сфере переработки нефтяных отходов и по автоматизированной очистке нефтяных резуворов и нефтяных труб и передали их в компанию ВСДЛА, принадлежащую Тулегену Балгимбаеву, и в интересах компании Тенгишеврой за денежное вознаграждение и трудостойство на работу на тенгийском месторождении. Среди сотрудничеств с КНБ есть и другие лица из числа бывших руководителей и акционеров КСС, которые не показали еще свои лица, но которые скоро снимут свои маски на фейковом собрании акционеров КСС, которую запланировали на 1 ноября этого года. Они также помогают организовать заговорщикам рейдерский захват вашего имущества, потому что им также пообещали, что они получат часть вознаграждения от реализованных активов КСС и чтобы помочь КНБ окончательно обанкротить компанию КСС и стереть ее былую славу, связанную с моим именем. Легенда заговорщиков на этом фейковом собрании такова, что якобы им нужно сменить название компании КСС, что некоторые акционеры добровольно хотят отказаться от своих долей в КСС в пользу других, что они хотят реализовать промышленную базу КСС, находящуюся на Тенгийском месторождении вместе с заводом по переработке нефтяных отходов вашим конкурентам, компанией ВЭСДАЛА, якобы для выплаты по задолженности и по налогам. Но этот сценарий рейдерского захвата был написан специальными кураторами из КНБ, а им поручено было просто озвучить их. Также в рейдерском захвате ценных активов КСС и в интересах компании Толегена Бангибаев ВЭСДАЛА и в интересах американская компания Тенгий Шевройл активно участвуют коррумпированные менеджеры компании ТШО, такие как Рафаэль Козылбаев, Серки Микбаев, Максим Филюшкин и Бахтияр Утешев. Они вступили в сговор от имени компании Тенгий Шевройл с руководителями КСС Салаватом Таштемиром и Баужаном Джусуповым по поручению высшего руководства компании Тенгий Шевройл. Напомню, что компания Тенгий Шевройл до сих пор не выполнила свои контрактные обязательства и имеет задолженность перед КСС в размере 10 миллионов долларов из-за досрочного политически мотивированного разрыва контракта, но отказывается платить по долгам, потому что у них есть обязательства перед казахским преступным режимом Токаева с целью довести компанию КСС до банкротства. На основании их отказа исполнять свои обязательства перед КСС я как бизнес-менеджер КСС вместе с юристами из США подготовил иск в Международный арбитральный суд на компанию Тенгий Шевройл. Но зная о моем намерении и чтобы не дать мне возможность защитить интересы компании КСС в Международных судах, заговорщики за вашими спинами подготовили протокол собрания с уже поддельными подписями собственников КСС, что вы якобы добровольно согласились продать за бесценной компании Весдала промышленную базу КСС вместе с заводом, с производством помещения, с помогательными оборудованиями, офисами, резервуарами и так далее, находящими на Тенгийском месторождении, то есть вашим конкурентам. А это означает, что они помогают осуществить рейдерский захват в пользу компании Тенгий Шевройл, Весдала и Эксперт Диагностикс. Я получил много сообщений и аудиозаписи от своих коллег, которые отказались сотрудничать с КНБ и их поддельниками из КСС. Напомню, что сдача коммерческих секретов и умышленное нанесение материального ущерба компании, в результате которого может привести или способствует банкротству компании, является уголовным правонарушением даже в Казахстане. Ну а я все же предлагаю всем акционерам КСС прийти на это собрание, организованное КНБ и их поддельниками из КСС, и заснять их на видео на ваши мобильные телефоны. Быть активными, задавать им вопросы, чтобы не дать им возможность осуществить этот зловещий план. Испугавшись, они могут поменять фейковое собрание акционеров, поэтому следите за этим и обязательно позовите журналистов, блогеров или сами ведите стримы прямо с места собрания. Защищайте свое имущество, активы компании КСС и не позволяйте заговорщикам осуществить рейдерский захват ваших активов и уничтожить вашу народную компанию. Запросите инвентаризацию всего имущества КСС и требуйте видеоподтверждения к воруму собрания и поданные им заранее объявления в СМИ области. Пользуясь случаем, я приглашаю всех независимых и даже зависимых журналистов и блогеров Казахстана приехать на это публичное собрание акционеров компании КСС, которое состоится 1 ноября 2024 года в 10 часов утра в городе Аксаев Западно-Казахстанской области, чтобы засредить это позорное зрелище, потому что история наблюдает за всеми нами. Даже здесь, в США, люди, которые знакомы с историей о безвозмездной передаче многомиллионных активов компании своим работникам, интересуются о сегодняшней судьбе народной компании КСС. Это будет интересно узнать всем, как в нашей стране, так и далеко за ее пределами, а я буду и дальше держать вас в курсе всех событий, происходящих вокруг народной компании КСС. Ну а я еще раз хочу заверить всех казахстанцев, что я всегда боролся и борюсь и буду бороться за свободу Казахстана от тирании Тухаева-Назырбаева, за суверенитет нашей страны, от фашистской России на политическом поле Казахстана, равно как и за народную компанию КСС в международных судах Европы и США, и мы обязательно победим, но только вместе. Алга Казахстан!